23 февраля, День Красной Армии. Это был день, который полковник Исаев всегда отмечал. Отмечал по-разному, в зависимости от обстоятельств. 23 февраля все мужчины традиционно принимают поздравления. Сегодня этот праздник называется День Защитника Отечества. А столетняя история армии страны Советов, а затем России, отражена в памятниках и монументах Владивостока. На заре зарождения все еще молодой Советской Республики принято было считать, что именно 23 февраля 1918 года регулярные войска Красной Армии одержали победу над Кайзеровской Германией. Эти события стали отправной точкой в праздновании тогда еще Дня Красной Армии. Днем Рабоче-Крестьянской Армии праздник назывался на протяжении десятилетий. Именно тем первым защитником советского государства, красноармейцам, освободившим Приморье от интервентов и белогвардейцев, посвящен монумент борцам за власть Советов на Центральной площади Владивостока. Великая Отечественная война собрала свою страшную жатву и среди моряков Тихоокеанского флота. Легендарная С-56 сейчас одна из самых популярных достопримечательностей Владивостока. Она совершила 8 боевых походов, произвела 13 атак с выпуском 30 торпед, потопив 4 корабля. На нее было сброшено свыше 3000 глубинных бомб. Отдали свой долг родине и приморские пограничники. На пересечении улиц Муравьева, Амурского и Ивановской им установлен памятник. Это искренняя благодарность всем тем, кто рискуя своей жизнью добивался светлого будущего для страны. В годы Великой Отечественной войны родину защищали не только военнообязанные, но и обычные гражданские, моряки торгового флота в том числе. В память о погибших экипажах в ноябре 1967 года во Владивостоке установили мемориал. Его центральные фигуры – три моряка, матрос с кормовым флагом, раненый и капитан торгового судна. Его реальным прототипом был Одессит, капитан теплохода «Комсомол» Мизенцев Георгий Афанасьевич, работавший в годы войны начальником Далевосточного морского пароходства. Сегодня монумент занимает особое значение в истории города. И вот два корабля – Верант Владимир Михайлович и Малахов Николай Никитыч – на своих судах в Анцете и пароход «Уэлем», вступив в бой, в открытый бой с подводной лодкой вражеской в надводном состоянии, вышли победителями. Сегодня защита дальневосточных границ России – один из государственных приоритетов. В настоящее время в районе Владивостока размещены зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Арсенецкий завод «Поргресс» массово выпускает ударные вертолеты «Аллигатор». В июле в Приморской столице планируется проведение международного военно-морского салона. А винзом боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации этого года станут запланированные на осень стратегические командно-штабные учения «Восток-2018». Сегодня День защитника Отечества по сути является народным праздником всех мужчин, а военные, как в запасе, так и в строю, отдают почести всем, кто ковал победы в горниле военных действий прошлого. Евгений Черемухин, Василий Косилов. Новости на Восьмом.